Всем доброго дня, это Гелиос Сар и учебник «Всеобщая история средних веков, 6 класс, за авторством Абрамова, Рогожкина, Тырина, издательство Просвещения». Параграф 24. Священная Римская империя и ее соседи. Термины «гуситы», «курфюрсты», «сейм», «уния». Личности. Карл IV, Сигизмунд, Ягайла, Янгус, Янжишко. Даты. 1356 год. Подписание императором Священной Римской империи Золотой Буллы. 1378 год. Восстание Чомпи во Флоренции. 1385 год. Уния Великого княжества Литовского и Польши. 1410 год. Грюнвальдская битва. 1415 год. Сожжение Яна Гуса. 1419 год. Начало Гусицких войн. 1434 год. Окончание Гусицких войн. Германия и Италия в 14-15 веках. Борьба с папами римскими в 11-13 веках ослабила центральную власть в Священной Римской империи. В 1356 году император Карл IV подписал Золотую Буллу, которая закрепила выборы императора наиболее влиятельными феодалами и епископами. Их называли этих выборщиков курфюрстами. Документ также подтверждал права крупных феодалов содержать собственную армию, вершить суд, чеканить монету. Золотая Булла окончательно утвердила полную феодальную раздробленность Германии, области которой были практически независимы от власти императора. Влияние противников императора, пап римских, в 14 веке тоже заметно снизилось. Во время авиньонского пленения папы в течение 70 лет подчинялись французским королям. Рим, оставленный главой католической церкви, пришел в упадок. Восстановить свой авторитет, вернувшийся из авиньона папы римские, смогли только в 15 веке. На фоне ослабления власти императоров и пап римских, расцветали итальянские города-государства. В 14-15 веках это время возвышения Флоренции. Этот город получил известность как центр ремесла, прежде всего изготовления шерстяных тканей, а также финансовых операций. Флоренцийцы были объединены в старшие и младшие цехи. И прежде чем рассказывать про Флоренцию, вопрос по схеме управления Священной Римской империей в 14-15 веках. То есть мы видим, что здесь система управления была прямо противоположна той, которая должна была бы быть на самом деле. Мы видим, что основной властью обладали малые правители, архиепископы, рыцари, состоятельные горожане, князья. Власть была именно у них. От них шло имперское сословное собрание, рейхстаг, и собрание в княжествах, лантаги. Также князья и архиепископы имели съезд курфюрстов, которые выбирали императора. Император фактически никакой властью не обладал. Это была очень такая просто представительная должность. Властью практически никакой особой не имевшей. Поэтому здесь мы видим, что стрелки идут не от императора к подчиненным, а от подчиненных к императору. То есть реальная власть была не у императора, а у как раз таки его подчиненных. Князей и архиепископов они правили. А император, он просто был, так сказать, личностью, которая вроде бы как что-то там делала. Но на самом деле практически ничего. То есть здесь, если смотреть на схему управления Францией и Англией, мы бы увидели прямо противоположное. Там вся власть исходила от короля. А в Священной Римской империи власть исходила от феодалов. А император подчинялся им. Так вот Флоренция. Руководил Флоренцией городской совет, состоявший из богатых представителей старших цехов. Напоминаю, цеха это объединение ремесленников, а не какие-то там здания. Бедное население Флоренции не имело права голоса. Недовольные своим положением наемные рабочие подняли в 1378 году восстание. Руководящую роль в нем играли чесальщики шерсти. Их называли чомпи. Они требовали улучшения условий труда и права участия в управлении. Чомпи смогли на какое-то время захватить власть в городе. Но ополчение, собранное из представителей цехов города, быстро подавило восстание. Вожди бунтовщиков были казнены. Постепенно власть во Флоренции сосредоточилась в руках банкиров из семьи Медичи. Любопытные детали. Среди областей Священной Римской империи особое значение имели кантоны. Горные районы в Альпах, через которые пролегал торговый путь, из Германии в Италию. Желание императора контролировать эти земли натолкнулось на сопротивление местных жителей. Легенды сохранили имя одного из борцов за независимость своей земли. Искусственного стрелка Вильгельма Телля. Для совместной борьбы с императором кантоны заключили союз. Так в XIV веке возникла Швейцария, получившая свое название по имени Кантона Швиц. Итальянский город Венеция возник как независимый город-республика и был построен на островах, которые связывали между собой каналы и мосты. Огромнейший венецианский флот контролировал торговлю на большей части Средиземного моря и был полным хозяином в Адриатическом море. С Венецией соперничал город-республика Генуэ. Генуэзские купцы господствовали на Черном море, торгуя через выстроенные ими фактории, торговые поселения на побережье Крыма, Кафу и Чембало. Попытки генуэзцев проникнуть в Адриатическое море пресекали венецианцы. Их флот полностью уничтожал корабли противника. Вопросы. Какое значение имела золотая булла? Фактически этот закон полностью подтвердил абсолютное право крупных феодалов на полную единоличную власть. Император не мог даже приказывать этим феодалам, он мог их только просить. Второй вопрос. Назовите крупнейшие города государства Италии в 14-15 веках. Самыми известными торговыми городами были Флоренция, Венеция и Генуэ. Ну и Рим, несмотря ни на что, тоже нельзя забывать. Город все равно был очень крупным. Проповедь Яна Гуса. С 11 века в состав Священной Римской империи входило Чешское государство. Его король был одним из курфюрстов. Наивысшего расцвета Чехия достигла. В 14 веке при императоре Карле IV, который подписал золотую буллу. Император очень любил Чехию, а ее столицу Прагу сделал своей столицей. То есть, как видите, у Священной Римской империи даже полноценной столицы не было. Так как императоров выбирали, то этими императорами могли быть герцоги Вены, могли быть короли Чехии, могли быть какие-то другие герцоги или князья. То есть, и столица могла вот таким образом кочевать по огромной территории. Так вот, Прага, будучи столицей Священной Римской империи, стала очень красивым городом. Император не жалел денег. В городе устраивали ярмарки, открыли университет, возвели королевский квартал и самый длинный в средневековой Европе Карлов мост. Его длина 520 метров. Однако за внешним благополучием Чехии скрывались очень серьезные проблемы. Прибывавшие в страну немецкие переселенцы получали от императора самые лучшие земли и освобождение от налогов и податей. Немцы контролировали внешнюю торговлю, руководили городскими советами и пражским университетом. Духовенство страны, большую часть которого составляли опять-таки немцы, в его роскошный образ жизни. Церкви принадлежала примерно треть от всех пахотных угодий страны. А ведь Чехия не маленькая страна. Выразителем недовольства чехов стал священник Ян Гус, который прожил достаточно много, более 45 лет. Он родился в 1370, а умер в 1415 году. Последователь учения англичанина Джона Уиклифа и проповеди Гуса на чешском языке имели огромный успех у жителей Праги. Он обличал безнравственность и жадность духовенства, призывал католическую церковь отказаться от своих земель и богатств. И нам показан рисунок в виде гусицкой проповеди. И задается вопрос, какой символ держит в руках проповедник? Он держит чашу. Что обозначает этот символ? И здесь надо вспомнить, в чем отличие, собственно говоря, католического причастия от православного. В католическом причастии богатые причащались, то есть духовенство и богатые причащались вином и хлебом, а бедные только хлебом. Так вот, одним из очень важных требований гуситов и последователей Яна Гуса было полное причастие. Поэтому проповедник держит чашу, то есть показатель, что надо сделать равным причастие для всех людей, чтобы причащаться вином и хлебом, вне зависимости от своего происхождения, могли абсолютно все люди. Так как перед богом все равны. И значит вопрос, представители каких групп общества слушают проповедь гусита? Это довольно-таки забавно, поскольку здесь получается, что чуть ли не всех. Мы видим, как самых обычных крестьян, мы видим воинов, мы видим даже полноценных рыцарей. На переднем плане, в доспехах, с мечом, это полноценные рыцари. То есть, возможно, на дальнем плане мы видим в плаще стоящем, возможно, это даже какой-то из священников, который тоже слушает проповедь. И самое главное, запомните, главный вопрос. Чаша. Чаша в данном случае означает символ полного причастия, равного для всех абсолютно слоев общества. Причастие вином и хлебом для всего населения. В 1414 году чешского проповедника вызвали на церковный собор в Констанце. Император Священной Римской империи Сигизмунд гарантировал Яну Гусу свободу передвижения. Но в Констанце Яна Гуса, естественно, арестовали. Предложение отречься от своих взглядов он отверг. Естественно, что католики его тут же сожгли. Потому что Ян Гус посмел совершить самое страшное преступление. Он посмел покуситься на богатство католиков. Вопросы. Чем было недовольно население Чехии в 14-15 веках? Недовольство было разнообразным. Поскольку, во-первых, это было страшное недовольство немцами. Поскольку немецкие представители Германии захватили все абсолютно основные управленческие места в Чехии. Чехии сами по себе были полностью отстранены от управления в городах, в университетах. В целом от всех должностей на своей стране. А второе недовольство – это католическая церковь, которая была невероятно богата. Ей принадлежала треть всех основных пахотных земель в стране. Мало этого, все население платило еще и отдельный церковный налог в пользу церкви. И при этом сама церковь говорила о том, что надо быть бедным, надо быть скромным, надо помогать. А при этом делала прямо противоположное. Католики купались в роскоши и даже не думали помогать простым людям. Наоборот, стремились к прямо противоположному. Значит и следующий, второй вопрос. Кто и почему отправил Яна Гуса на костер? Сожгли Яна Гуса католическая инквизиция за то, что он посмел покуситься на богатство католической церкви, заявив, что католическая церковь должна отказаться от своих огромнейших богатств. Гусицкие войны. Казнь Яна Гуса страшно возмутила всех чехов. В 1419 году жители Праги ворвались в ратушу и из окон повыбрасывали имперских немецких городских советников. Так начались гусицкие войны. В память о добром священнике, последователи Яна Гуса, гуситы, стали причащать народ хлебом и вином. Немецкое католическое духовенство было изгнано из страны, а огромнейшие богатства католической церкви были забраны в казну страны. Население столицы выдвинуло императору Священной Римской империи Сигизмунду ряд требований. Вместо ответа он, естественно, применил силу. Императора поддержал Папа Римский, объявивший против гуситов крестовый поход. Ведь гуситы забрали очень богатые земли католической церкви на своей территории. И естественно, что католики были страшно возмущены. Как это у них посмели забрать такие богатые территории? В 1420 году войско европейских феодалов вторглись в Чехию. Народную армию гуситов возглавил опытный воин Ян Жишко. По его совету гуситы окружили свой лагерь повозками, которые скрепили между собой цепями. Укрывшиеся за такой подвижной крепостью восставшие успешно отбивали атаки конницы рыцарей. Император предпринял пять крестовых походов против чешских еретиков. И все они закончились полным разгромом крестоносцев. Даже смерть Яна Жишки не изменила ситуацию в том, что католики и император Священной Римской империи ничегошеньки не могли сделать с чехами. Военные успехи при этом привели к расколу в лагере гуситов. Умеренные их называли чашниками, потому что они требовали проведения причастия мирян не только хлебом, но и вином из чаши, но и не более того, по сути. Предлагали заключить мир с императором на определенных условиях. Несогласные с ними основали новый город около горы Табор. Табориты считали, что близок конец света и установление царствия Божия на земле, поэтому ни император, ни католическая церковь вообще не нужны. Ну, сами понимаете, что в данном случае чашники это были достаточно адекватные люди, которые понимали, царствие Божие это хорошо, но жить надо на земле реальной жизнью. Табориты же, они уже ушли в совершеннейший фанатизм, им казалось, что вот-вот и наступит царствие небесное. Ну, мечтатели. В 1434 году Табориты попытались захватить Прагу, но были разбиты отрядами чашников. Уставшие от противостояния горожане и феодалы вновь признали власть Сигизмунда. Император, в свою очередь, был вынужден выполнять требования умеренных гуситов. В стране установилась свобода вероисповедания и для католиков, и для чашников. Гуситские войны завершились. Хозяйству Чехии они нанесли большой урон. То есть, обратите внимание, католики, конечно, остались, но при этом присутствовало мощное чешское направление христианства, в котором причастие осуществлялось уже для всех абсолютно равным. И, естественно, что католическая церковь потеряла в Чехии очень большие владения. Вопросы. Почему гуситам сопутствовали военные успехи? Здесь довольно-таки сложный вопрос. Дело в том, что мало иметь опытных рыцарей. Нужно еще иметь, так сказать, желание людей защищать свою страну. У чехов оно присутствовало. А очень хорошие опытные воины и очень опытные военачальники только помогали людям в этом направлении. Поэтому, собственно, гуситам и сопутствовала очень большая удача. Мало того, гуситы еще были и очень хорошими кузнецами. Оружие у них было очень качественное. Второй вопрос. На какие группы разделились гуситы? На группы чашников, то есть адекватных реалистов, и группы таборитов. Ну, фактически это были фанатичные совершенно, так сказать, проповедники. Как и почему назывались эти группы? Чашники, они в честь чаши, то есть они требовали только равного причастия. В то время как табориты, построив свой город возле горы Табор, они были фанатиками, считали, что царствие небесное вот-вот произойдет, поэтому никакие церкви императоры не нужны. Ну и, собственно говоря, ожидали этого царствия небесного. В итоге, закончилось для таборитов это довольно плохо. А вот чашники сумели навязать свое требование императору и установить в Чехии на определенное время равенство вероисповедания. Польша и Великое княжество Литовское. На востоке Священная Римская империя граничила с польским королевством. Довольно долгое время в Польше отсутствовала сильная центральная власть. Король не имел должного авторитета в среде польской знати и мелких феодалов, магнатов и шляхтичей. На своем собрании, сейме, они не только избирали главу государства, но и ограничивали его права в принятии важнейших решений. В XIII веке во владении польских феодалов совершали набеги язычники-пруссы, жившие на юго-восточном побережье Балтийского моря. Это современная территория Калининграда и довольно-таки широких окрестностей вокруг него. Именно там эти пруссы и жили. Поляки обратились за помощью к немецким рыцарям Тевтонского ордена, переведенного после разгрома Иерусалимского королевства из Палестины в Европу. Рыцарям предлагали поляки в собственность все территории, которые они смогут отвоевать у пруссов. Тевтонцы разгромили язычников, но сразу же после этого обратили свое оружие против Польши и полностью отрезали Польшу от выхода к Балтийскому морю. А выход к морю – это очень важное преимущество. Польша не имела достаточных сил для борьбы с орденом. Помощь пришла от соседа – Великого княжества Литовского. В XIII-XIV веках правители этого государства распрострадили свою власть на территорию Прибалтики, западные и юго-западные русские земли, которые сильно пострадали от нашествия монголов, а также рыцарей-крестоносцев. Более развитые русские княжества оказали влияние на культуру, хозяйство и законодательство Великого княжества Литовского. Официально это государство стало называть Великое княжество Литовское и Русское. В 1385 году, после свадьбы литовского князя Ягайла и польской королевы Ядвиги, Польша и Великое княжество Литовское заключили унию. По сути дела, очень развитый союз. Ягайла принял католичество и стал польским королем. Объединенными усилиями два государства нанесли решительный удар Тевтонскому ордену. 15 июля 1410 года усиление Грюнвальд. В составе объединенного войска, которым командовали Ягайла и его двоюродный бранд Витовт, находились в основном поляки, литовцы и русские воины, сыгравшие важную роль в победе. Тяжеловооруженные рыцари потерпели поражение, а магистр Тевтонского ордена вообще был убит. Победа при Грюнвальде остановила продвижение Тевтонских рыцарей в Прибалтике. Вскоре Польша вернула себе Балтийское побережье, а рыцари ордена стали ее вассалами. Осколок Тевтонского ордена, Ливонский орден, который образовался на территории современной Эстонии, заявил о своей самостоятельности. Ливонский орден просуществовал всего несколько десятилетий. Его разгромил в 16 веке своими войсками царь Иван IV Грозный. И вопросы. Охарактеризуйте власть польского короля. Здесь в параграфе написано, что она была слабой, но это не совсем верно. Дело в том, что королевская власть в Польше ослабела скорее ближе к 16 веку, а поначалу королевская власть была довольно-таки сильной, не настолько слабой, как это было изначально. То есть, все-таки власть короля в Польше была достаточно существенной. А вот потом, уже после 16 века, когда короли в Польше начали умирать, не оставляя наследников, вот тогда королевская власть в Польше действительно, как императора Священной Римской империи, превратилась просто в представительную. Хотя Польша довольно-таки долгое время, она была очень сильным государством. А после создания унии с Великим Княжеством Литовским, появившиеся государства Речи Посполитой и вовсе были одним из самых настоящих и тяжелейших лидеров всей Восточной Европы. По сути, там даже Священная Римская империя не рисковала воевать против этого очень сильного государства. Второй вопрос. Кто и с какой целью заключил унию в 1385 году? Уния была заключена между Польшей и Великим Княжеством Литовским посредством брака между Польской королевой и Великим Князем Литовским. При этом земли у Великого Князя Литовского было вдвое больше, чем у этой самой Польской королевы. И фактически они образовали единое крупное государство. И, собственно говоря, обратите внимание, каков размер был Великого Княжества Литовского. Оно включало в себя воистину совершенно феноменально огромные земли. Смоленск, Чернигов, Киев, то есть доходило вплоть до территорий Черного моря, современного Николаева. То есть земли, конечно, были совершенно огромнейшие, были включены в состав этого Великого Княжества Литовского. Но при этом управление в этом княжестве было довольно-таки таким своеобразным. То есть изначально Великое Княжество было совсем небольшим, но постепенно к 1465 году распространило свои контроль на всю территорию современной Белоруссии, немалую часть Западной России, огромную территорию Украины. То есть оно было воистину огромнейшим. И православных в этом государстве было гораздо больше, чем католиков. Обратите внимание, насколько меньше Польша, а ведь Польша по тем временам была крупным государством, тем не менее Польша была совсем небольшим государством на фоне Великого Княжества Литовского. И вот они сумели сформировать унию. Вопросы и задания, но перед этим не забывайте подписываться на нашу группу ВКонтакте. Ссылка на нее есть в описании под видео. Это очень помогает в развитии канала. Первый вопрос. Рассмотрите иллюстрацию в начале параграфа и объясните, были ли на соборе сторонники Яна Гуса. Нет, этих сторонников не было. Там была только Инквизиция и только те, кто обвиняли Яна Гуса, по сути дела. Конечно, кое-какие простые люди были допущены на этот суд, но права голоса они не имели. Любого, кто рискнул бы что-то там вякнуть в защиту Яна Гуса, кроме, конечно, его, так сказать, адвоката, скорее всего, просто казнили бы вместе с самим Яном Гусом. Потому что католики в то время, они совершенно не признавали абсолютно никакой критики. Второй вопрос. Определите, сколько лет продолжались гусицкие войны. Всего 15 лет. Третий вопрос. Какие обстоятельства способствовали расцвету городов-государств с севера Италии? Север Италии еще до событий 14-15 веков фактически завоевал изрядную независимость от Священной Римской империи. Папа Римский в дела итальянских городов тоже особо не вмешивался. И эти самые города-государства за счет невероятной торговли процветали, потому что контролировали просто колоссальную торговлю практически по всему Средиземному морю. Да и развитие ремесла тоже имели очень хорошее. Четвертое. Сравните учения Джона Уиклифа и Яна Гуса, что было общего во взглядах и судьбах этих людей. Ну, Джону Уиклифу немножко больше повезло, чем Яну Гусу. Джона Уиклифа всего лишь сослали в монастырь, в то время как Яна Гуса сожгли живьем. Но при этом они оба призывали католическую церковь отказаться от своих бесконечных богатств и наконец-то начать быть равными между словами и делами. Потому что когда католические священники призывали к скромности, умеренности, помощи бедным и одновременно с этим купались в дикой роскоши и даже не думали помогать бедным, извините, такой контраст он вызывал сильное недовольство населения. Потому что если вы говорите, что надо быть скромным, умеренным и помогать бедным, то прежде всего вы сами должны это делать. А католики говорили одно, а делали совершенно другое. Пятое. Как развивались отношения рыцарей Тевтонского ордена и Польши? Рыцари воспринимали всех абсолютно окружающих как свою добычу. Поэтому рыцари Тевтонского ордена, прежде всего, как только завоевали территорию у пруссов, попытались захватить польские земли. И на какое-то время им это удалось. Но после возникновения унии между Польшей и Великим княжеством Литовским, Тевтонский орден был разгромлен и превратился в вассала Польши. Шестой. Почему в состав Великого княжества Литовского вошла часть русских земель? Очень просто. К тому моменту уже прошло фактически колоссальнейшая татаро-монгольская ига. Вторжение монголов, которое полностью разгромило прежние русские княжества, уже более-менее закончилось. И огромные территории русских княжеств, они часто просили защиты, защиты от монголов, от кочевников, хоть у кого-то, чтобы кто-то защитил их, поскольку сами защититься не могли. А Великое княжество Литовское было достаточно сильным. Вот и входили в его состав огромнейшие русские княжества, прежде бывшие абсолютно независимыми, с тем, чтобы просто получить защиту от кочевников, от монголов, от Золотой Орды, которая властвовала на этой огромной территории. Изучаем документ. Прочитайте отрывок из текста и выполните задание. Врагам Чеха хотелось сегодня же достигнуть своей цели, потому что дрова уже были приготовлены для костра и облиты смолой. Архиепископ Лондонский произнес, «Если бы у этого Чеха было десять жизней, тогда бы я взял их все у него. Во-первых, за то, что он унижал наместника Христова, папу римского. Во-вторых, за то, что обнажил духовенство, не оставив ему и клочка, чтобы прикрыть свою наготу. Это означает, что забрали всю землю у духовенства, видите ли, не оставив ни клочка земли, а то, что этому духовенству треть всех пахотных земель принадлежала, то, извините, не считается. В-третьих, за то, что сбил с пути много народу. Между тем, народу лучше ничего не знать и слепо верить. Пусть сгинет этот Чех. Определите имя Чеха. Это Ян Гус. Кто и за что обвинял Чеха? Обвиняло его католическое духовенство вместе с инквизицией. И обвиняло в том, что он посмел покуситься на власть католической церкви и ее невероятные богатства. О каком событии повествует отрывок из текста и чем закончилось это событие? Повествует как раз-таки о суде в Констанции и о том, что Яна Гуса там сожгли. Но закончилось для католической церкви это очень плохо. Потому что так Ян Гус всего лишь обличал католическую церковь. А после сожжения Яна Гуса по итогам католическая церковь лишилась всех своих владений на территории Чехии в результате гуситских войн. А огромное количество крестовых походов, которые объявлялись против гуситов, были полностью разгромлены. Для католиков это стало очень неприятным сюрпризом. Сформулируйте ответ на главный вопрос параграфа. Как складывались отношения народов, живших в Священной Римской империи друг с другом и с соседями? Ну, в самой Священной Римской империи там по-разному были самые разные отношения. Но в целом народы все-таки были разные, поэтому когда происходило уж слишком сильное усиление немцев в какой-то территории, например, в Чехии, возникали восстания, по результатам которых немцев с этой территории попросту изгоняли. Но, так как все-таки Священная Римская империя была территорией, можно сказать, даже не федераций, а конфедераций, то есть этаким союзом независимых государств, то эти отношения, как правило, были достаточно мирными. Серьезных войн внутри Священной Римской империи не было. А вот с соседями отношения были разные. Слабых соседей Священная Римская империя нередко пыталась завоевать, ну а с сильными, вроде той же Польши, была вынуждена сосуществовать достаточно мирно.